Всем привет, бояре! Курова – это друг человека. Помимо 720 кг свежего мяса и молока, ее еще можно превратить в игру. Наша корова тоже дает молоко, но правда не простое, а цифровое. Вместо того, чтобы офисные клерки реально приносили пользу обществу и трудились на полях ратных, им подавая куглу, понимаешь, ну а что делать нашему брату? Смирение и смирение. А теперь тело. У курова есть суски, но не простые, а с датчиками, однако, энзометрическими. Подходит к ним доярушка и ручками своими жмяк-жмяк, а на дисплее заморском. Циферки значимо каждый жмяк плюс 10 мл. Купилку молока. Но время уграничено. Пять минут каждый дается. И та победит. У кого руки рабочие, наши, пролетарские. Значит, данное устройство собрано на платье Ардуино. Контроллер Атмега 328. Значит, она себя представляет, я уже до этого вам сказал. Значит, здесь подключены у нас практически только одни входы-выходы. А цепь у нас не присутствует. Значит, это у нас имитация светодиодной ленты при подключении. Это у нас имитация двигателя при включении. Это у нас оптопара, но разводка, потому что силовая часть входа-выхода не выдерживает. Пришлось развести через оптроны. И, собственно, ну, дисплей, это как бы самое основное, как бы он стационарен на самом устройстве и должен присутствовать трех экземпляров. Значит, сейчас программа находится в режиме ожидания. После... На самой плате управления находятся две кнопки, но... Одна из них это общая информация по игре. То бишь, если я сейчас нажму ее, вы можете видеть на дисплее, просто показывается, что именно из себя представляет игра. Вот. Полученная больше надой и все такое. Ну и, собственно, короче, сама пусковая кнопка, тоже стационарная с места устройства. Если я сейчас ее запущу, то мы сразу запустим цикл игры и отобразятся значения, которые будут участвовать в передаче и приеме данных между Unreal Engine 4 и устройством. Ну, сейчас я продемонстрирую. Вот сейчас, допустим, я включаю. Как вы видите, где в Playtime идет время на ускоренном режиме. Я ускорил его. И эти данные передаются на движок. Там, где два значения по нулям, это, собственно, наши диоды, которые будут отображаться. Вот эти два зеленых диода. Эх, вот эти вот. Тоже будет принимать контроллер непосредственно от самого игрового движка. И снизу, там, где значение молоко, вот это вот, это надой, который тоже будет данный переходить у нас непосредственно из шкафа. Короче. Вот. Собственно, цикл закончился. Пятиминутный. В итоге выходит у нас окошко, что игра закончена. Ну, так как сейчас у нас данных приемных никаких с движка нету, поэтому программа обнуляется и снова переходит в режим ожидания. Ну, а теперь перейдем непосредственно к коду, в чем, как он выглядит, и к движку. А вот и, собственно, сама программа припрок, в которой был сгенерирован код на языке FBD. Это язык промышленных стандартов для инженеров и электроников, которые программируют промышленные контроллеры. Сделали наши замечательные разработчики отечественные. И здесь я сгенерировал всю программу. Значит, первый раз в аппаратную часть, блоки во втором в нечисленном логическую. И в третий передаю данные на виртуальный порт на компьютере. Переменные все строковые, иначе движок не помет. Ну, так, все мне не нравится. Собственно, в движке был разработан 3D-виджет, который будет управлять устройством. Это вот такая вот панель. Значит, персонаж взаимодействует здесь с кнопками, которые имитируют соски. Здесь приходит время с контроллера и на дое, который считается при подсчете значений. Здесь идет разводка компорта, строковые перемены, выводы. Все эти данные отправляются на сам непосредственный виджет. Ну и взаимодействие именно персонажа с кнопками осуществляется через event-hit при помощи коллизии. Давайте подключим веб-сервер нашего... Ой, IP-адрес нашего камеры, чтобы видеть наш контроллер. И попробуем взаимодействовать с аппаратной частью. Значит, справа вы видите, появилось наше устройство. И сейчас попробуем его запустить. Нажимаем кнопку пуск и ничего не происходит. Еще раз нажали. Запустилось. Устройство справа, видите, сработало. Начался отсчет времени. Теперь давайте по взаимодействию со сцами. Видите, загораются диоды подчередно справа вернуло. И прибавляются миллилитры. Сейчас я попробую это увеличить и попробуем еще раз запустить. Подчередно щелкаю. Загораются диодики, показывающие, что данные приходят на устройство. Горит лапочка приема передачи данных. Ну и в бочечке появляется уровень молочка. А, после... Так, игра закончилась. Сейчас еще раз запустим. Укажу особенности. Итак, запускаем еще раз нашу программу. Значит, нажимаем старт. Буренка сработала. Нажимаем еще раз старт. Вот пошла программа работать у нас справа на устройстве. Пошел отсчет времени. И как только время дойдет до 3 минут, вот сейчас я нажимаю на дойке, мне прибавляется по 10 миллилитров значения. После 3 минут у меня уже будет прибавляться по 5. Вот. Сейчас по 5. Это сделано специально для того, чтобы усложнить игроку жизнь. что с течением времени прибавляется меньше. Вот. Ну и вот мы на дой. Сейчас он обнулиться. Ну, справа на дисплее видно, отключились диоды. Это значит, пошел цикл перезагрузки программы и выход в главное меню. Ну, вот сейчас можно снова стартануть. Снова все заиграло. Снова можем доить. Доим, доим. Ну, это я, конечно, так на клавиже только даю, даю. В реальности это тетке там придется руки мозолить какой-нибудь. Или дядьке, я не знаю. И после 3 минут значение миллилитров у меня будет уменьшаться. Ну, слева вы видите потоки данных времени. Я специально посоединил, чтобы было видно, что обмен данными происходит. Но можно так же в любой момент остановить все. Ну, все, остановилось. Ну, и играться так. Пускать, пускать и с диодами. Ну, устройство работает. Ну, где это можно применить в большую часть? Это можно применить в большей части для электронщиков, те, кто будет заниматься там искусственным интеллектом, подключая какие-нибудь датчики и воспроизводя их работу в виртуальной среде. Еще это может быть удобно для тех, кто разрабатывает виртуальные какие-то механизмы и работать с ними через виртуальные очки. Ну, вот так, допустим, если взять страна у вас бедна, а при обучении там, допустим, курсантов не хватает каких-то комплектующих. тот же компрессор. Ну, делается будет виртуальный компрессор и обучение будет происходить там, по помощи тех же виртуальных очков, чтобы допустить меньше оплошности и износ оборудования и все такое. Так что, в принципе, применить такие вещи можно много где. Ну, ладно, всем спасибо, что посмотрели и удача. Мы с буренкой спать пошли. Продолжение следует...